Незавершённым договор технического присоединения считается, если одна из сторон не выполнила свои обязательства. Заключая соглашение, его участники берут на себя определённые обязательства. Энергетики строят сети, а потребитель производит оплату, устанавливает прибор учёта в точке подключения и приходит в Центр обслуживания потребителей для подписания завершающих документов. Нередки случаи, когда сетевая компания свои обязательства выполняет, а потребитель нарушает договорные обязательства. Бывает так, что, получая тех условия, клиенты прерывают всякие контакты с энергетиками. При этом факт, подключился ли потребитель к электрическим сетям или ему больше не нужна заявленная мощность, остаётся под вопросом. Энергетики подчёркивают, чтобы завершить процедуру технологического присоединения, необходимо подписать три документа. Акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Если этих документов нет, договор технологического присоединения не исполнен. А это может привести к судебным тяжбам по исполнению или расторжению договора в принудительном порядке. К тому же придётся возмещать сетевой организации судебные расходы по делу. Чтобы этого избежать, процедуру техприсоединения необходимо завершить. Большое количество договоров, которые не закрываются по вине заявителя. Что это значит? То есть в своё время заявитель обратился к нам в заявку на техприсоединение, энергосистема выполнила свои обязательства, а заявитель свои обязательства не выполнил. Здесь есть два варианта. Первый вариант – если эта мощность, которую заявитель заявлял, и она ему не нужна, он должен написать заявление в Славянской электрической сети, и мы по факту его заявления расторгнем договор. Если с заявлением потребитель не обратится, Кубаэнерго будет вынуждена обратиться в судебные органы и через суд расторгнет данный договор. Если ему эта мощность необходима, то он должен выполнить свои мероприятия, которые ему прописаны в технических условиях, написать заявление на выполнение ТУ, подать её в Славянские электросети, и наши специалисты закончат процедуру ТП. Энергетики поясняют, что расторжение договора вовсе не означает, что впоследствии вы не будете иметь право на подключение к электрическим сетям. В любой момент вы можете подать заявление и получить новые технические условия. Я подала заявку на тех присоединения. Энергетики вовремя выполнили все работы. И я здесь для того, чтобы подписать все необходимые документы для завершения процедуры в этом году. По всем вопросам тех присоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей. Они есть во всех районах электрических сетей. Либо в центральный офис в Славянске-на-Кубани по улице Строительной, 49. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...